Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти Почти 500 жителей Кировской области в этом году потеряли возможность закона находиться за рулем транспортного средства. Действия их прав приостановили из-за задолженности по штрафам, превышающей 10 тысяч рублей, информирует ГИБДД. Всего за нарушение ПДД в нынешнем году было вынесено более 220 тысяч штрафов. Примерно каждое шестое-седьмое взыскание оплачено вовремя не было. Трасса 101 Распространенная картина пьяный и без прав, то есть их никогда не было. Прелесть в кавычках заключается в том, что максимум, что грозит такому нарушителю, это арест до 15 суток, а потом можно снова устраивать беспредел. МВД собирается ввести ограничения для таких граждан, если они все-таки захотят получить водительское удостоверение. Сделать это можно будет спустя год после пьянки за рулем, а если речь шла об уголовном наказании, то только после погашения судимости. Трасса 101 Стартовали продажи «Шкода Октавия» четвертого поколения. Машина, собираемая в Нижнем Новгороде, пока доступна только со 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,4. Трансмиссия, шестиступенчатая механика, либо восьмиступенчатый автомат. Цены начинаются с отметки 1 миллион 409 тысяч рублей. Несколько позже в линейке двигателей появятся 110-сильные бензиновые агрегаты объемом 1,6 и двухлитровый мотор мощностью 190 лошадиных сил. Трасса 101 Средняя цена полиса «Осага» на автомобиль «Ладо» в этом году около 4,5 тысяч рублей. Владельцам популярных иномарок «Киа Рио», «Хёнде Солярис» и других, сообщает издание «Автоньюз», приходится платить за обязательную автостраховку 6-6,5 тысяч. Ценовой минимум зафиксирован на уровне 950 рублей. За полис на «Москвич» 408. Максимум почти 27 тысяч рублей на «Мерседес» Майбах С-класса. Трасса 101 В Москве появились парковки для электромобилей и гибридного транспорта, который нуждается в подзарядке. Здесь же разместили зарядные станции. Стоянка обычных машин на этих площадках запрещена, иначе можно получить штраф в 2,5 тысячи рублей. Ранее сообщалось о том, что в этом году в России существенно вырос спрос на поддержанные электрокары. Столица входит в список регионов, жители которых приобретают зеленые автомобили наиболее активно. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok